МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новинэргийона у студии Катярина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску глядзите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет эпично холодные и капрызные у первой полове, яким прогнозуют липень синоптики. Отрутиться можно не только паганками и мухоморами, что утоиваются грыбы и ягоды. Переможцы отправятся в андроуку по Одессе. Подведены выники фотоконкурсу, присвеченному дню нараджения Могилёва. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два населенные пункты Глузского и Осиповецкого районов Могилёвской области часово засталися без электричности за непогоди. Отключения отбывались в вынику моцного ветру, а его порывы местами досягали 18 метров за секунду. По информации Могилёва Энерго, это отключение пришлося на нашный час. Специалисты предприемства оперативно выправили ситуацию и до 9-ти годин ранецы подача электричности была адновлена. В целом, по оперативной информации Министерства по надзвышайных ситуациях, на Могилёвшине ветром были пошкоджены 5 древ. Кабы их распиловать и убрать, супрацовники ведомства оперативно выезжали на место. На больницу, якая пройшла на пяре, додни синоптики оценивают, как умеренную. Моцные порывы ветру были зафиксованы у основного Бавруйским района. В целом же, первая декада липеня, по попередней оценке специалистов АВЛ Гидромету, нетипично холодная. Початок липеня выдался перамедливым. Была и спёка, и дожжи, и ветры удоклоняются у АВЛ Гидромете. Что до ближайшего прогнозу, то по оперативной информации на 13-е липеня обвешаны оранжевые узрови небеспеки. На большей части территории чекаются дожжи на больнице. У особных районах Махчимыград. Прогнозуется шквалистые узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. Однако день будет всё ровно тёпло. Плюс 20 шатыры, плюс 26 градусов. Уже в пятницу опадков станет меньше, а в субботу прогнозуется у вогулі без опадков. Однако и слупок термометра крыху опустится. У день максимальные температуры складывают плюс 18, плюс 23. Два человеки загинули на пожарах за минулые сутки в области. У Бобруйским районе горы удачный дом. Почас ликвидации узгорания выртовальники знайшли тело 50-ти годового сына господине домовладания. Специалисты меркуют, что оздарение могло отбыться за неосерожность и прикурение. А вот причина пожара у одной из кватер Могилевской трехповерховки зараз высветляют специалисты. Почас ликвидации огню супрасовники МНС знайшли у одним спокою тело 60-ти годовой господине Кватеры. Ее 38-ти годового сына у вынику пожару шпитализовали с диагнозом отручевания продуктами горения. Все лето на Могилевшине отбылося 404 пожары, на яких загинули 32 человеки. Четыре выпадки отручевания грибами. Один из их смяротны, зафиксованный в Могилевской области с початку сезона. Областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья отзначаются. А трутиться можно не только неядомыми грибами. Лесные дары могут быть химично, ті бактериологично забрудженные. И такие они редко продают уздовж аутомагистралю. Не заусёды проходят санитарный контроль и продукция на стыхийных рынках. У Могилеве по улице Тимиразевской каля центрального рынку не прайсти. Одны продают уласную Гароднину, другие – лесные дары. Вось тут санитарная доведка тольки на Чарнику. А на землянику? А на землянику нету, и на Радам, с Чарникой, это какая разница. А чё вы на рынок не идёте, почему здесь стоите? А кто на рынок не ходит? Здесь же дорога. Нише нам не даёт места. Нету места на рынке, да? Конечно. Жанчины кажуть, что приехали с Кличева, а гандлевать на рынок их не пустили. Контролёры рынка парыруют, мес сахапая. Не пускали на рынок только тех людей, у которых нет документов соответствующих. Все остальные люди, которые пришли с документами, ни разу ещё с рынка не были выгнаны. Вот сейчас вы видите наличие свободных мест. Порядка вот таких, по два ведра, у кого сельхозпроизводители, могут спокойно стать порядка 30-40 человек. Есть шесть представных столов, которые мы можем поставить дополнительно. Да и радиологичная проверка продукции бесплатная. У нас ни одного человека нету. Вы видите, очень интересно. Жанчины, которые гандлюют рыбами, невядомо, где собранными, призналася, ёй зрушней продавать минавитость земли. Скажут честно, перебывали на рынку, так? Мы беспрекасно. Покупают именно здесь. Ягоды, грыбы, ляжать побачь со старым обудком. Небеспечна, по словах медиков, набывать вось так земли и молочные продукты. Правда, не у всех это разумеют. Ну чего же лягушку положить молоко, оно не испортится. По медицинским качествам оно не уступит ничему. Я не боюсь, у меня бабушка сама так же торгует грибами, каждый год сама собирает их и продаёт. Та продукция, которая продаётся здесь, она, как правило, никакого контроля лабораторного не проходит. Где она собиралась, кем она собиралась, в каких условиях, как долго хранилась, тоже установить невозможно. Сопроводительная документация на неё отсутствует. И поэтому, конечно, потенциальный риск того, что данная продукция будет иметь повышенный радиационный фон, она присутствует. Медики попередживают, уживание химично тих бактериологично забрудженных продуктов может выкликать в острое отручевание. Татьяна Сергеевичек, Александр Тарасов, Новины региона. Агрогородок Янука Краснопольского района по выниках летышнего областного конкурса по санитарным стане и доброго упорядкования названы переможцам сярод населенных пунктов в своей категории. За что отримает премию тысячу базовых величинь? Ага, это 23 тысячи рублей. Дариши за частиню территории Центральная вёска Яновского сельсовета учат вёртый раз отримливая премию облаканкам и накеровывая я еминавито на доброго упорядкования. Так у Агрогородку недавно заявилась забавляльная плясовка для детей. Мы сумели обустроить такую замечательную площадку. Мы очень рады, что нашим ребятишкам есть где поиграть. И не только сельским местным детям, но и тем, которые приезжают из города к бабушкам, к дедушкам. Вот они все собираются и днём, и вечером. Решая одну проблему, проблему благоустройства, мы решили проблему другую. Укрепление здоровья наших деток. Чтобы они не сидели дома вечерами в компьютерах, с телефонами, а имели возможность выйти вместе даже с родителями, со старшими, со своими братьями и сёстрами именно на свежий воздух и здесь пообщаться и немножечко укрепить своё здоровье. Клях 70 дворовых территорий у Могилёвской области плануют всё лето привести у парадок за бюджетные сродки. Говорка идёт про комплексное доброе упарадкование, это обновление бордюров, ремонт дворовых дорог и проезды у поширения парковок и монтаж детячего гульнявого обстальнования. Непосредственно у Могилёв плануют доброе упарадковать пять дворов. Как говорилось, у областном управлении ЖКГ планы на узровне минулогодних больше пошанцевало сё лето кличевым. За кош границ финансования до жинок тут комплексно адрамонтуют двадцать дворов. А у Воголи за бюджетные сродки, отвезенные на доброе упарадкование, доглядают и скверы, парки и иншие территории населенных пунктов. Допомогчи зарабить двор у Тульным запрошают и жильцов, например, поудельничать у закупцы гульнявого обсталевания и зарабить кветники. В данный момент все земли переданы городу, то есть они находятся в городском введении, поэтому у нас финансируется только скашивание сродной растительности на газонах, уборка прилегающей территории это асфальтное покрытие, тротуары, пешеходные дорожки. Сотни сдымков, тысячи лайков. Фотоконкурс, присвеченный дню народжения Могилева, починался у Красавяку. Достатково было зарабить сдымок на фоне знакомых городских местин, подписать хаштегом Ганаруся, что с Могилева и опубликовать в социальных сетках. И вот организаторы подвели выники и назвали имя переможцы. Полторы тысячи фото сдымков с ответственным хаштегом нашли организаторы в социальных сетках. Могилевчане сделали сдымки, знакомые ставили лайки, жюри вызначало лепших. Перемог вот гэты сдымок Яугена Платоцкого, автора у Знагородили путевкой на отпочинок. Случайно так скажем. А потом мне позвонили уже после Дня города и сказали, что я выиграл. Ну, конечно, приятно было. Уж дни не могилевчанин отправится у вандровку по Одессе. Организаторы спадяются, что пераможцы поделятся фотоурадженами прожитие курортного города и махчимы идеями, как протягнуть больше туристов и у могилев. Именно молодежь, а кто еще может поменять наш город для того, чтобы кого-то сюда привлечь? Потому что именно молодые люди видят городский фотоконкурс организаторы признали поспеховым и обязали протягнуть его в следующем году под новым хэштегом. Олеся Рыбалка, Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новины региона. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.baya Я с вами развитываюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин